Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня, как и обещал, расскажу, как работать по SSH с помощью графического клиента. Их много разных, но я покажу на примере WinSCP. Пожалуй, самого популярного, ну и, естественно, бесплатного. Собственно, задача графического клиента — максимально упростить процесс передачи файлов на сервер. А это 99% всех манипуляций сайтом среднестатистического пользователя. Все, кто работали с FTP-клиентами, не увидят ничего нового в SSH-клиенте WinSCP. Ну, разве что, на мой взгляд, он удобнее. Тут можно выбрать вид. Я больше люблю Commander, но, в принципе, это потом можно поменять. WinSCP прекрасно взаимодействует с пути. В данном случае он предлагает импортировать подключение. Это также можно сделать и впоследствии. Выбирайте подключение. Что это я рассказывал в предыдущем видео. И подключайтесь. Логин, пароль от FTP. Их можно сохранить здесь и не вводить, но лучше настроить авторизацию по ключам. Как, я расскажу в следующем видео. И вот перед нами графический интерфейс. Правая колонка — это наш сервер. Левая — локальный компьютер. Вот все папки и файлы, которые есть на сервере. А вот тестовая папка, с которой мы экспериментировали в прошлый раз. Тогда, например, нам нужно было изменить содержание файла. Мы это делали с помощью команды nano. Здесь выбираем править. Открывается блокнот. Вносим изменения. Сохраняем. Все. Но, собственно, главное — это тут что? То, что сейчас мы подключены к серверу по защищенному протоколу SFTP, то есть SecureFTP. То есть никаких дополнительных усилий, а все файлы передаются на сервер в зашифрованном виде, включая пароли и данные кредитных карт, если они есть. На этом можно было бы и закончить, но раз уж мы оказались здесь, быстро расскажу, что еще тут такого интересного есть. Понятно, что мы можем тут путешествовать выше и ниже по папкам. Для этого существуют различные кнопки внутренней логистики. Можем, например, создать новый файл — папку или каталог. В прошлом видео мы создавали тест-1, потом удалили — создадим заново. Можно его опять удалить. Либо здесь, либо кнопкой Delete. Можем переименовать файл — двойной клик на файле с паузой. Но самое главное, для чего служит FTP-клиент — это для передачи файлов на сервер. Вот локальная машина. Вот мы берем любой файл и просто перетаскиваем его на сервер. Все. То же самое мы можем проделать с папками. Словом, мы можем перетащить все, что угодно. Точнее, все, что влезет на сервер. Или вот, достаточно удобная функция — закладки. Вот, например, какая-то папка, с которой вы постоянно работаете. Где-то она там внутри запрятана, вы добавляете ее в закладки и теперь всякий раз, где бы вы ни находились, вы просто вызываете ее из закладок и сразу попадаете в нужное место. Ну и, соответственно, вы можете также забирать файлы с сервера и перекладывать на локальный компьютер. Тут есть поиск. Ну ладно, не будем, не быстро это. Что еще? А, вот еще такая модная штука — синхронизация. Вот, например, у нас есть две одинаковые папки, и мы работаем на локальной машине. Работаем, создаем какие-то новые файлы, еще чего-то, вносим изменения в существующие. Предположим, файлов много, мы уже забыли, где что меняли, где не меняли. Вот мы закончили работу, надо бы внести изменения, но что перезаливать — непонятно. Нажимаем на кнопку «Синхронизация», выбираем направление, в данном случае в сторону сервера, и он сам посмотрит, где что поменялось и обновить на сервере только необходимое. Ну что, резюмировать можно следующим образом. Если все так просто, то может быть уже забыть про FTP? Все-таки защищенный протокол лучше, чем незащищенный. А когда вы узнаете, а это будет уже в следующем видео, что есть еще продвинутая функция авторизации по двойному ключу, вы точно откажетесь от FTP. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ну и любите друг друга.